Доброго дня! Сегодня пятница, 2 июня, и вновь мы в студии MagicScope Internet TV, канал Marketing24, я его ведущая Портвейлина. Что ж, мне приятно вновь сказать слова благодарности магазину Showroom Rodelia, за предоставленный наряд, и сегодня поработал со мной новый визажист, это Академия имиджа Серафимы Мальковой. Спасибо огромное всем. Итак, представляю свою первую гостью. Директор автономно-некоммерческой организации Центра ипотерапии и адаптивного спорта «Полюшка» это Надежда Быбина. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот очень интересное такое слово «ипотерапия». Посмотрев, скажем, в Google, посмотрев другие источники информационные, это прежде всего лечение верховой езды. Вот лечение верховой езды – это какой-то другой вид, то есть не как лошадь идет обычно, или голопом, или вот алюром, да, вот я знаю, а это какой-то особый у нее шаг? Ну, подготовка ипотерапийной лошади на самом деле очень такой трудоемкий процесс. Выбрать лошадь для ипотерапии даже немного ответственнее, чем для спорта, потому что спортсмены… То есть это не каждая лошадь может быть? Да, это не каждая лошадь. Вот у нас, с тех пор, как мы начали заниматься ипотерапией, полностью сменился наш автопарк, можно сказать так. Вот, потому что спортивная лошадь для ипотерапии должна обладать качествами, всеми качествами спортивной лошади, хорошим экстерьером, правильным шагом. Она должна пройти в процессе обучения то, что называют спортсмены пирамидой выездки, то есть добиться сбора, причем не только подсадником, но спортсмены поймут, но и в поводу, когда ее ведет коновод. То есть она должна обладать хорошей прокачанной спиной для того, чтобы отдавать импульс. То есть биомеханика лошади импульс человеку передавать. Вот этот импульс и лечит человека. Да, да, именно этот импульс и лечит человека. И при этом, при всех этих качествах, быть еще и спокойной, адекватной, и в общем соблюдать еще ряд… Сноровься такой спокойной лошадью, чтобы бесхарактерно, или вот характерная лошадь? Ну, как сказать, бесхарактерных лошадей, пожалуй, не бывает, как у людей. Ну, она должна обладать устойчивым типом нервной системы, а все остальное уже детали. Еще вот смотрите, то есть получается, что какой процесс, вот мне было интересно, сколько нужно времени, чтобы получить какой-то результат, чтобы было видно, что вот пошли результаты, допустим, у человека, да. Если, допустим, вот он страдает ДЦП. Ну, результат по-разному, совершенно по-разному, но обычно к восьмому занятию что-то уже начинает быть видно. Бывает, что и раньше. Ну, то есть вот если человек, допустим, получит новый навык, то есть держать голову, сидеть, стоять или ходить, это обычно уже восьмое-девятое занятие. Но если честно, это только такой подъем. Ребенок выбирается на плата, это нужно еще закреплять. Вообще, как вот вы рекомендуете родителям, прежде всего, да, настроиться? То есть это не быстрый путь, то есть не просто мы курс таблеток попели, да, и все. Это бесконечно, то есть вот по времени это год, может быть, да, восстанавливающий, чтобы вот увидеть какой-то результат. Вы знаете, месяца три, чтобы надежно. Месяца три? Да. Ну, это вот уже такой результат. Вот кроме ДЦП, еще с какими заболеваниями люди обращаются к вам? Различные пороки развития. Ну, это прежде всего с позвоночником связано, да, с опорно-двигательным аппаратом? Да, 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 с психическими заболеваниями, да, с аутизмом, с синдромом двигательной гиперактивности. А вот с психологическими, психическими, да, заболеваниями, это вот какие люди к вам приходят? Ну, вот аутизм, скорее всего. Аутизм, да. Вообще, как вот люди, скажем, активно идут? То есть они об этом уже читали, знают, что есть вот такая терапия, да, ипотерапия? Вы знаете, очень приятно, что сейчас приходят более и более с маленькими пациентами, потому что, ну, простите, в 12 лет уже каких-то результатов добиться сложно. И вообще у многих заболеваний, ну, вот если взять за пример ДЦП, до 2 лет это ранний восстановительный период. То есть вот случилось что-то, какую-то травму ребенок получил, или в родах, или какая-то геморрагия в мозг, ну, мало ли, что там бывает, что приводит нас к этим болезням и нарушениям. Вот до 2 лет это обычно ранний восстановительный период. И лечение, ипотерапия именно в этот период, оно наиболее эффективно. Понятно. Вот как вы сами, Надежда, оказались тренером? Вы еще реабилитолог, да? Как вы, скажем, пришли вот в эту профессию? Ну, дело в том, что я медсестра по профессии, и специализация у меня лечебная физкультура. То есть я, собственно говоря, все и вижу в этом ракурсе. Лечебная физкультура, движение. Как вот к лошади пришлось обратить? А в юности я занималась на Пермском ипподроме, нашим многострадальным конкуром. Даже сдавала на третий разряд. И в какой-то момент жизни мне представилось, что идеальным сочетанием иконного спорта, вот этой невидающей любви к лошадям, и помощи людям, это вот и будет ипотерапия. И занимаемся этим достаточно серьезно. Обучаться этому, да? То есть это ведь уже методика разработанная есть. Да, разработанная методика. То есть все вы учились? Я училась, во-первых, в Уфе, в физкультурном, в институт физкультуры Уфимский. И последнее место учебы – это Москва, Российский университет дружбы народов и Национальная федерация ипотерапии и адаптивной верховой езды, адаптивного конного спорта. Так. Вот у вас было недавно соревнование 28 мая, да? Расскажите вот поподробнее, что это были за соревнования. Это были соревнования по манежной езде. Они включали в себя три уровня. И как бы мы используем, как бы инкулизию такую. Раз мы много занимаемся с инвалидами, ипотерапия и адаптивная верховая езда, они где-то очень рядышком лежат. То есть как только ребенок адаптировался, как только он начал сидеть прямо, как только он может ориентироваться со своим телом, держать в руках повод, мы его подключаем, ставим перед ним какие-то задачи. Ну, допустим, рабочая тропа. Ну да, без задачи-то было бы, скажем так, неинтересно. Да, тем более ребенок, если достаточно интеллектуально развитый, вот, и мы их тоже учим тому же, чему здоровых детей, собственно говоря, в секции верховой езды. То есть ребята подключаются, они вот проходили ипотерапию, да, и подключаются, в принципе, в соревнованиях, могут участвовать. Да, да, да. Это прежде всего дети были, участвовали в этих соревнованиях. Прежде всего дети, да. И какие результаты? Чем похвастаетесь? Так, в целом или на этих соревнованиях? Ну, давайте на эти соревнованиях, которые прошли 28 мая. Да, у нас девочка инвалидна в третьем уровне, нет, в первом уровне, в самом простом уровне заняла первое место. То есть это уже о многом говорит, какой большой результат. Да, между прочим, у нас были тоже такие же соревнования, инклюзивные по конкуру для, в позапрошлом, по-моему, году, в 15-м, где-то в марте. И у нас первое два места в третьем, нет, получается, в первом, да, первый уровень самый простой, в первом уровне заняли два мальчика инвалида. Они сумели так собраться и так хорошо проехать, а здоровые дети что-то растерялись как-то. Понятно. Ну, смотрите, вот получается, что вообще лошадь, это же уникальное такое животное, которое, по сути дела, очень чувствительное, очень все, скажем так, не то, что характер наш чувствует, она вот настолько понимает этих детей, она как-то вот, вы чувствуете, по-другому относится, узнает ли, скажем, что вот этот ребенок немножко больной, этот ребенок вот, этот здоровый, можно немножечко там поактивнее. Обязательно. Они просекают это как-то в первые же минуты. И у нас есть такая лошадка, очень такая хорошая ипотерапийная лошадка, которую мы называем между собой профессор. Вот, вы знаете, даже пришел человек просто заниматься, и что-то его лошадь бережет, везет как сырое яйцо, не тряхнет, спрашиваешь, у вас сегодня что-то болит? Да, что-то голова разболелась. Вот так вот даже, да? Они местами понимают их лучше, чем мы. Вообще, вот мы задели с вами еще такую тему, да, как ипподром, то есть сейчас у нас места, это, к сожалению, уже нет. Смогли ли вы сохранить вот тех лошадей, которые были на ипподроме? Нет, собственно, к нам это отношение особого не имеет. То есть у вас своя история, свой вот именно спортивный клуб «Полюшка». Да, ну, там частично они уехали в искачку к Шишерину, частично она девятый конезавод, но думаю, что основное поголовье все-таки сохранили стараниями и энтузиастов. Ну, надеемся. А вообще, как вот вы лошадей выбираете, где вы берете вот таких умниц? Ну, мы стараемся ипотерапийную лошадь все-таки вырастить с жеребенка. То есть сами? Да, сами, сами. Подготовка ипотерапийной лошади идет не менее трех лет. То есть это процесс очень трудоемкий. Поэтому рентабельно готовить все-таки молодых, чтобы они успели поработать в своей жизни. Срок жизни лошади 25-30 лет. Вот. Нижняя граница, с которой можно заниматься ипотерапией, это примерно лет 5. А верхняя граница, она зависит от содержания, от генетики лошади, от того, насколько она здорова. Приходят ли вот волонтеры к вам, помощники? Да, у нас есть волонтерский кружок, в котором на сегодня занимается 12, вот, к сожалению, девушек. Только девушек, да? Видимо, мужчины ушли в автопарке. Как-то кони их не впечатлили, да? Ну, вот, вы знаете, на самом деле, и по городу, когда вот сейчас летний период наступает, да, и смотришь, то и девчонки в основном именно занимаются, предлагают там покатать лошадь и так далее, и так далее. Ну, может быть, это как-то вот мода такая у девчонок у нас. Мода, скорее, даже особенности женской натуры. Женщина, она более дипломатична, она может договориться, если где-то нельзя взять силы. Ну, вот, на самом деле, лошадь – это такой партнер, с ним нужно очень тонко себя вести. А мужчины, они как-то попроще в этом плане. Все ясно. То есть, с людьми тоже нужно научиться говорить на их языке, да, на любить вот именно это животное. Что вот еще вы бы пожелали, скажем, вот если люди к вам будут обращаться, да, где вас можно найти, вот именно если, не дай бог, конечно, родители какой-то травмой столкнулись со своим ребенком, что вы бы посоветовали таким людям, куда обратиться, как найти вас? У нас есть сайт, очень все просто, клуб-полюшку.рф, все русскими буквами. Еще у нас есть официальная страничка «Оно Полюшка» ВКонтакте. Вот там есть адреса, телефоны и так далее. И звоните на мой номер, я могу сразу дать консультацию, сразу спросить про противопоказания и сказать, что делать дальше. Замечательно. Спасибо, Надежда. Еще раз хочу напомнить, что у нас в студии была директор некоммерческой организации Центра ипотерапии и адаптивного спорта Полюшка Надежда Быбина. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Елена. Увидимся через несколько минут.